А вот, собственно, та стена, которую я хочу переделать, просто нет люстры. Какой красивый белый квадрат. С бабочкой покрасил, и все. Че сложного? Привет, друзья! А хотите в вашей комнате сделать окно в потусторонний мир, а может быть дверь? Тогда это видео точно для вас. И вы сможете за минимум средств сделать целую сказку. И, кстати, я тоже не умею рисовать, но вам расскажу все секреты, как перенести рисунок на стену, как сделать его объемным, какие материалы понадобятся и много интересного. Мы будем работать в технике барельеф. Что это? С этим я столкнулась тоже впервые, но всему можно обучиться. В течение недели на YouTube я пересмотрела сотню видео, чтобы выделить основные моменты и рассказать вам это простым и доступным языком. Поэтому сегодня в видео будет подробная инструкция, как сделать сказку на стене от и до. Ссылки на полезные видео уроки, которые могут вам помочь, я оставлю в описании. А вот, собственно, та стена, которую я хочу переделать. Еще дверь, которую я хочу переделать. Еще угол, который я тоже хочу переделать, чтобы там не скапливалась такая куча игрушек. Это как раз тот самый момент, когда была дешевая краска и случайно на стену что? Брызнули духи. Получилось вот такое белое пятнище. Краска смылась. А эти прекрасные следы оставили скобы от пистолета. Мы хотели повесить сюда гирлянду, чтобы не так стрёмно смотрелась эта стена. Но когда мы стали прибивать гирлянду к стене, вот, кстати, за дверью мы тренировались, то гирлянда перестала работать. Мы ее перебили. А еще самое интересное, что единственный свет в этой комнате это вот этот. Просто нет люстры. Но зато я повесила красивую картиночку. Для начала, конечно, необходимо определиться с рисунком, с идеей, с темой. В этом вам поможет интернет. А мне помогли вы, мои подписчики, за что вам огромное спасибо. Начну с материалов, которые нам понадобятся. Не пугайтесь, что их так много, они просто так выглядят. Можно использовать такой грунт. Но у нас вот, мы недавно приехали, остался грунт для поклейки обоев. Грунт стоит 60 рублей. Штукатурка гипсовая. Здесь нужно обращать, чтобы слой был хотя бы больше 5 миллиметров. Можно использовать шпаклевку, но шпаклевка не даст вам толщину более 5 миллиметров. 250 рублей. Шкурочки, чтобы зашкуривать. Шкурочка стоила 10 рублей. Самая дешевая краска. Краска акриловая на водной основе. И коллеры. В том же строительном магазине покупались разных цветов. Кстати, коллеры можно купить основных цветов и смешивать их между собой, чтобы получить оттенки. Мастихин. Я сама в первый раз узнала, что это такое. Это инструмент для художников, и они бывают абсолютно разных видов. Покупала в магазине все для художников. Кстати, в строительном магазине продается вот такого вида шпатель. Но он не подойдет. Он слишком неповоротливый, что ли. И им невозможно выполнять тонкую работу. Поэтому советую все-таки приобрести мастихин. Шпатели. Кисточки. Совсем тонкие. Тряпочки, перчатки. Ну и то, чем можно укрыть пол. Может быть даже мебель. И еще малярный скотч. Собственно, это основные материалы, которые нам понадобятся в работе. Так как рисунок у меня абсолютно квадратный, то мне на стене нужно будет тоже вычертить квадрат, внутри которого я буду работать. И на стене у нас остались стыки обоев, их видно. Поэтому будет работать намного легче. Чертить квадратик тоже будет легче. Начертить обычный ровный квадрат на стене оказалось не так-то и просто. Я помучилась длинной линейкой. Потом решила заменить ее на рулетку. Ну а потом и вовсе взяла рулон самоклейки. В общем, в ход пошли все подручные средства. Осталось срезать обои. И прежде чем их срезать, я наконец догадалась отодвинуть кукольный домик. Режем уверенно, не отрывая канцелярского ножа от стены. Перемещаем исключительно линейку. И вот здесь вот я подковырнула кусочек. И видно, что обои достаточно хорошо снимаются. Да, но радовалась я недолго, так как снялся только верхний слой обои. Конечно, на стене остались кусочки, которые я не смогла оторвать. Поэтому мне пригодится губочка с водой. И нужно будет включить свет. Аккуратно влажной губкой, заметьте, не мокрой, а влажной, я размачиваю назойливые кусочки. Кстати, уже видно, что обои стали пузыриться, так что нужно снимать. Поддеваю канцелярским ножом, и они очень легко снимаются. Вот здесь внизу у меня уже концы высохли, поэтому мне придется их еще немножечко подмочить. Главное, следите, чтобы кусочки были мокрые. Теперь вы знаете все секреты, как аккуратно и быстро снять обои. Так что призадумайтесь. Может пора сделать ремонт? Какой красивый белый квадрат получился. Прям антималевич. Стена высохла, и можно шкурить. И как оказалось, это крайне пыльное занятие. Пришлось доставать пылесос. Малярным скотчем я заклеиваю дверной косяк. На полу я постелила полиэтиленовые пакеты и прилепила их к стене, чтобы не заляпать все на свете. Есть кусочек, который у меня оторвался. Так что я промажу здесь клеем ПВА и приклею его обратно. И да, я не закрывала малярным скотчем и пленкой эту часть обоев, хотя они находятся внизу под моим воплощаемым проектом. Потому что я все равно буду здесь рисовать красками, и даже если что-то капнет, то это не будет для меня проблемой. А вот если что-то капнет на пол и застынет, то да, я буду психовать и расстраиваться. Теперь моя задача это все прогрунтовать. В бутылке готовая грунтовка, и я приступаю к работе. Грунтую я мини-валиком, но вы можете и кисточкой. Кстати, не забудьте открыть окно, а то запах грунтовки совсем не малиновое пирожное. Да, и не зря я все-таки расстелила полиэтилен вниз. Грунтовкой я прошлась в три слоя. Время высыхания написано на упаковке. Выбранный рисунок я распечатала в черно-белом и цветном варианте. Поверх рисунка мне нужно расчерстить сетку. Зачем? Для того, чтобы перенести рисунок с бумаги, маленького формата, на стену, большой формат, не исказив его. Об этом секрете я узнала в видеоуроке. Ссылку на него оставлю в описании. Рекомендую к просмотру. Квадрат на стене я также расчерчиваю на 16 ровных квадратов. Автор урока определяет точки пересечения рисунка с сеткой и переносит эти точки на большой формат. Наше полотно на стене разделено на квадраты и мы приступаем к рисованию. Чем точнее вы прорисуете эскиз на стене, тем легче потом вам будет работать со штукатуркой. Так что не останавливайтесь на этапе каракульки, а уделите побольше времени вашему наброску. Приступаем к следующему этапу. И для начала замешиваем штукатурку. У меня остатки в упаковке, поэтому пришлось потом докупать. Использую пластиковую посуду и замешиваю два к одному. Два стакана штукатурки и один стакан воды. Такая густая получилась шпаклевочка. Первый раз такое, что у меня вообще нифига ничего не получится. Не знаю почему. Надеюсь, что оно обманчиво будет. Выкладываю штукатурку на стену с помощью шпателя и мастихина. Старайтесь начинать с тех элементов, которые находятся на заднем плане. Если у вас есть помощники, то берите их к себе в компанию. Работы будет много. Мой маленький помощник выполнил почти половину работы. Фактуру коры дерева я делала с помощью широкой и тонкой кисточек. А где-то старалась с помощью мастихина. Обратите внимание, как тонкой жесткой кистью можно проработать кору дерева. Следите за вашим раствором, чтобы он не высыхал. Иначе он не будет прилипать к стене, а будет отваливаться кусками. С бабочкой. Не замешивайте сразу много раствора, чтобы успеть за 30-35, ну 40 минут его использовать. В общем, работа несложная, справится и ребенок. А теперь секретик. Итак, что мы делаем? Мы берем скрепочку, и я ее вот так вот выгибаю таким образом. Она у меня будет к стене прилепливаться. Скрепка будет играть роль крючков для гирлянды. А дальше будем делать листву. Такой молд, это листик лилии. Есть вот такая обычная веточка. Накладываю слой штукатурки мастихином и работаю с молдом. Возможно, у вас будут свои собственные подручные средства. Ложки, вилки, губки, щетки и прочее. Кулек. И я буду делать веточки. Раствор я сделала немного жиже, чтобы он легко выдавливался на стенку из пакета. Посмотрите, как подсохла штукатурка на следующий день. Где штукатурка темнее, там она еще не высохла. Поэтому, пожалуй, подождем еще немного. К вечеру все подсохло и пора взяться за шкурку, чтобы не было острых выпуклостей. Кистью смахиваю белую пыль и убираю все пылесосом. Ура! Следующий день! И мы приступаем к окрашиванию. Думаешь, это так просто? Покрасил! И все! Че сложного? Перед началом краску нужно перемешать, чтобы она стала однородной. Подготовьте колеры и одноразовую посуду. В белую краску я ввожу колеры, чтобы получились нужные цвета. А вот вам табличка, как из основных цветов, методом смешивания, получить другие. Сначала крашу все в темные оттенки и цвета. Они дадут глубину. Берите широкие малярные кисти, чтобы процесс шел быстрее. Если вы выйдете за края, ничего страшного. Ведь поверх вы будете накладывать еще много разных оттенков. После высыхания поверх накладываю светлые оттенки. То есть, красим от темного к светлому. Вы представляете, как это здорово покрасить стену в комнате. Да и не только покрасить, а создать целый мир. Окно в другой мир. Не сразу у меня получилась такая картина. Изначально она была темнее и смотрелась, будто дырка в стене. Но благодаря советам от друзей и близких, через пару дней я ее подрисовала и закончила. Но у меня это еще не все. Я решила перекрасить всю стену в комнате. И чтобы не заляпать фреску на стене, я закрываю ее разрезанными мусорными пакетами. Замешиваю краску. Помните, что замешанная краска в ведре после высыхания на стене будет на несколько тонов светлее. Заклеиваю малярным скотчем углы, потолок. Снимаю светильник, выключатели. Сначала краской прохожусь по всем углам и краям, а затем валиком закрашиваю внутри. Если вы испачкаете дверь или пол, то краска легко оттирается. Но будьте аккуратны с соседними стенами и со своей одеждой. Стену я окрашивала в два слоя. Ну вот и все, работа окончена и можно насладиться результатом. Ну как, вам нравится? Мне очень. Осталось расставить мебель, живая картина и настоящее окно в сказку. А вот что было до. Скажите, а вам бы хотелось создать в комнате что-то подобное? Пишите в комментариях, как вам результат. Буду благодарна вашим пальчиком вверх. Всем пока-пока и до новых встреч!